Почему школа Эпимен называется школой самоорганизации? В последнее время существует очень много школ саморазвития. Люди берут и что-то делают сами, чтобы развиваться, то есть взять моток и развить его. Бессловно, это интересное занятие, но в том, чтобы хоть что-то сделать эффективно, главную роль играет организация процесса, то есть то, как вы существуете в качестве организма, организуете органайзер. И для меня именно искусство самоорганизации, как я совмещаю идеально структурированное построенное тело, которое не умеет болеть и которое дарит радость жизни, как я совмещаю с отточенным до бриллиантов блеска разумом, где каждая грань – это возможность движения вперед, как я сочетаю с тем эмоциональным аппаратом, которому уже не страшен кортизол, который чист, поэтому находится в состоянии счастья и радости. Это самоорганизация. И только самоорганизация способна привести к подлинно духовному развитию. Поэтому школа Эпимен называется школой самоорганизации. А Эпимен – это, собственно говоря, почти то же самое, что Супермен, только умный. Эпи – это греческая приставка, означающая «сверх». Эпигенез – это искусство будить свои спящие гены, те, к которым мы обычно не прикасаемся. Это умение быть выше – это следующий этап развития человечества. Я уверен, что лучшая часть человечества будет развиваться именно по тому пути, который я сейчас прокладываю. Духовное развитие – это важнейший процесс в жизни человека. Мы обладаем четырьмя полями бытия – нашим телом, нашим разумом, нашими эмоциями, сердцем и духом. И дух является приоритетным в развитии того, что человек представляет собой именно как человек, наделенный чем-то больше, нежели животное, то есть той самой душой. Все спорили в течение многих тысячелетий, что такое именно эта душа, но в прямом пространстве опыта это не только понятно, но и не требует ни малейшего сомнения в том, что это такое. Если она есть, вы можете ей жить, и если вы можете ей жить, то не жить душой – это самая большая глупость, которую можно допустить в жизни. Поэтому все силы тела, разума, эмоций должны быть направлены на то, чтобы развивать дух и пользуясь помощью духа достигать совершенства в трех первых областях. Обладать совершенно здоровым телом, великолепно развитым разумом, управляемыми эмоциями, которые несут вам радость, счастье и любовь. И тогда вопрос – как сделать первые шаги на этом пути и, собственно говоря, куда идти? Безусловно, надо откалибровать первые три составляющие. Еще раз напомню их – наше тело, наш разум, который находится в левом полушарии, наши эмоции, которые находятся в правом полушарии и связаны с сердцем. И самое первое, что нужно сделать – это поставить вот эту точку «я», решиться. Второй шаг – это прекратить на себя воздействие кортизола, того безумия, которое покорило людей 10 тысяч лет назад и продолжает действовать сейчас. Кортизол, гормон социального стресса, смещает разум в низкие поля, в поля сплошного беспокойства. Люди обучают друг друга принудительной эмпатии, чтобы научиться воздействовать друг на друга и продолжать бояться, 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 дрожать, дрожать, стрессовать, паниковать, бояться, болеть, умирать. Глупые и бессмысленные занятия. Поэтому первое – создаем точку «я», создаем решимость. Второе – избавляемся от кортизола. Я учу этому в целой куче своих курсов. Эволюционный цигун для тела, да, он понижает кортизол. Я изобрел для вас аппарат «Меандр». Выскочастотный электрический ток тоже понижает кортизол и уводит ваше сознание в чистоту. И затем уже работать с системой медитации. Специальный курс онлайн вместе со мной. И вы сможете научиться застывать в вечном мгновении и затем менять себя в нем. Или выходить в свет в самадхе и затем воплощать в жизнь свои желания и намерения. И, конечно же, курс бессмертия – это то, где я объединю все совместно, плюс наделю вас напрямую своими силами. Так что, прежде всего, верим в себя, трезво смотрим на меня. Могу им что-то дать или не могу. И если этот колокольчик тренкает – может. Приступайте к этому прямо сейчас. Не теряйте часы и дни. Часы и дни, посвященные духовному развитию, стоят каждого духа, каждой капли крови, которая бьется в вашем сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова